Работу учреждений здравоохранения, качество и доступность услуг, эти и другие темы обсуждались на очередной встрече медиков с населением, которая прошла в историко-культурном центре города Видное. К медицине всегда было пристальное внимание. И действительно есть и есть и какие-то хорошие вещи, есть и не очень бывают жалобы. Поэтому я считаю, что такие встречи очень необходимы. Во-первых, здесь присутствуют все руководители наших основных таких медицинских направлений. Прямой диалог с жителями старается поддерживать главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай-Бутаев и не пропускает ни одной встречи. Для меня это очень важный момент и один из таких хороших инструментов для того, чтобы услышать от вас какие-то конкретные проблемы. И на самом деле все обращения, которые вы высказываете во время наших встреч, они для нас имеют огромное значение, что мы безусловно используем и меняем для того, чтобы вам всем было удобно и качественно и быстро получать медицинские. Валентина Мартыненко получила тяжелую травму во время дорожно-транспортного происшествия. Для полного восстановления организма врачи рекомендовали два раза в год проходить реабилитацию. Но получить направление на процедуры в поликлинике ей не удается. Я проходила в Семашко за свой собственный счет. Я платила там деньги и мне там помогли хорошо. Но при обращении в поликлинику мне было отказано. Я трижды обращалась. Проблемный вопрос Валентины рассмотрели и предложили возможные варианты решения. В нашем регионе есть те учреждения, куда мы направляем на соответствующую помощь, если этого нет в нашей больнице. У нас есть четкая маршрутизация пациентов. Семашко, скорее всего, в эту маршрутизацию не входит. Входят либо больницы Московской области, либо реабилитационные центры, либо какие-то федеральные центры. Первый заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского городского округа Николай Бачков пришел с вопросами от участников организации, потому что многие не имеют возможности лично посещать мероприятия. Мы обратились и сказали, что у нас есть категория людей, которые не могут прийти в поликлинику и все время записаться. Значит, специально были открыты 203-й и 204-й кабинет возрослой поликлиники, которые прекрасно повели прием. Стоит отметить, что второй месяц подряд встречи с жителями проходят параллельно и в каждом медицинском учреждении округа. Беседы проводят заведующие подразделениями. Это необходимо для того, чтобы разрешать максимально быстро, оперативно возникающие вопросы. Поэтому эти встречи, мы увидели положительный результат от этих встреч. Они необходимы. Мы будем регулярно их проводить. От меня тех никто не будет. Благодаря этому мы можем на этой площадке рассказывать о наших нововведениях, о наших новых проектах, о работе учреждений, об открытии новых объектов. И также слышим наших жителей и решаем максимально быстро возникающие вопросы. Напоминаем, что следующий диалог врачей с жителями пройдет в конце августа в Видном и других населенных пунктах муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.